Дмитрий Белозёров Силу своей игры Вышли в финал И теперь поборются За главный приз 4000 долларов Проигравший Естественно Тоже останется Не без ничего Получит 2000 долларов Получил хорошую позицию После разбоя Дмитрия Белозёрова Иосиф Абрамов И сходу Забирает пол партии То есть Забивает 4 шара Оба игрока Остро атакующие Умеют И атаковать И отыгрываться В полуфинале Дмитрий Белозёров Обыграл Сергея Крыжановского А Иосиф Абрамов Владислава Еленича Играть будут До 5 побед В Московскую Пирамиду Одним Битком Красным шаром В случае Забития битка Шар снимает Соперник Итак 5-0 Абрамов Судья Четко Объявляет Игроки Четко Играют Видим Что Дмитрий Белозёров Не скатывает В угол А предпочитает Сыграть Дуплет По отыгрышу Это Своеобразная Стратегия В данном Моменте Она не помогла Возможно Не стоило Играть Дуплет И Павел Абрамов 1-0 Рвется В бой Абрамов Не дожидаясь Окончательной Расстановки Так сказать Разбивает Пирамиду Промах Штраф В случае Штрафа Игрок Должен Шар Выставить С полки Так как У Иосифа Пока Шаров Нет У него Минус Как Забьет Выставит Забьет Забьет Первый шар Иосиф Абрамов И судья Выставил Его На середину Стола 0-2 Хороший Чужой В среднюю И отличный Удар От Дмитрия Белозерова 4-0 4-0 Я не прокатил Неплохой задел Для того Чтобы сравнять Счет По партиям Хорошая техническая Подготовка У Абрамова С Катей Свойков Ну вы посмотрите Какая красота И не атакует Опять Дмитрий С руки Предпочитает Это делать В более Безопасной Ситуации На столе Хорошая Тактика Имеет Право На Существование То есть Если мы Избираем Какую-то Определенную Стратегию На игру Общий план Игры И применяем В зависимости От ситуации И уже Это превращается В тактический Ход Тут ошибка В реализации 5-5-5 И куда Пошел Биток Ну вполне 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 Вдовлетворительный Собой И вторая партия Под угрозой Хотя С самого Начала Инициатива Была У Дмитрия 2-0 Играл Очень точно И опять Видимо Не скатывает От кучи Он Надежно Отыгрался Конечно Пытался Забить Деплет Одновременно А Иосиф Бросается И забивает Любит он Такие Свойки С которого Начал И хорошо Их Бъет Продолжение следует... 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 такие мы еще не мазали свой к себе оба играют супер но пока дуплет забить не удается Дмитрию и осечка у Иосифа и теперь Дима будет делать серию Сильно но все равно есть все шары в доме и надо бить с другой стороны такой не забить конечно расстроен Дима не забил простой шар и отдал позицию Киксует, нервничает это был штраф шар выставлен на среднюю точку ну вот то что должен был сделать Иосиф забить от этого шара но он кексанул отыгрывается биток ставит очень хорошо и Дима по отыгрышу свой к себе чудо получилось сравнял счет Дмитрий Белозеров и на этот раз не точен но и ничего не отдал в первой это партии было похуже там Иосиф сразу пошел в атаку здесь бить было нечего отыгрался ну что ж посмотрим долго ли будут отыгрываться наши игроки уверен что нет что ж сами все видели это был супер шар супер игра супер игроки супер забитые шары 3-0 белозо 3-0 Продолжение следует... Продолжение следует... Сглазил я их немножко, на самом деле эта усталость чуть-чуть сказывается. Продолжение следует... Играют быстро, бьют сильно, иногда усталость сказывается. Забивает первый шар Абрамов. И пошел в погоню. Продолжение следует... Недостаточно поднялся красный шар. Хотел Дмитрий, чтобы он поднялся повыше. И тогда бы он на ударе с В. Так только затягивает. Хорошо затягивает. Да, ничего. 5-3. 6. 6. 7. Забить не удалось. Помогает Иосиф судье вытащить шары из лузы. Такой великолепный. Такой великолепный. Прямой, прямой. В середину не забивает. В угол для Иосифа резко стояла более понятная. Примерно в полушары. И после неудачного начала 0-2 по партиям. Дмитрий Белозеров вырывается вперед. 3-2. Неплохо разбивает Абрамов. Иосиф ничего не ставит на игру. Уже в который раз... Тут Дима, видимо, хотел поближе к средней лузе поставить биток. Ушився. И Иосиф открывает счет. ذелых болтов. Ушивольcy глину Becausef всегда... Какgard, майл Какая дв Kopf! Ушивляю други, ты семья во дворах. Ушивляю хbbles все остальное. Ушивляю белый свет. Сみたい – повредка махом. Ушивляемlah тр pace. Вот в чем опасность скатов, когда не можешь проконтролировать белые шары и от кучи они могут выкатываться на подставочку. От одиночных скатывать побезопаснее. Вот так, два-два, чуть-чуть не хватило. Ну, вообще, конечно, по большому счету, профессионалы стараются проконтролировать не только свой, но и чужой шар, не только чужой, но и все соприкосновения. Особенно в игре с сильными соперниками. Три-два. Так, забил Дмитрий Свояк. Три-два. Тяжело будет Иосифу, если он проиграет эту партию. Потом ему придется выигрывать три без права на ошибку. Три-два. 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 бить правой нижней все потому что хорошо стоят по углам в середину и можно сделать серию чужих ну теперь бить и сходу вот четыре шара продолжаем атаку очень хорошо пока не мазал среднюю с левой руки этот шар мы уберем тогда вот игруш ну хотел забить конечно не забил не трудно для себя свояк не забивает и дима хорошо ты грыж почти забил это похоже на ошибку да так и есть и так семь шаров у абрамова прямой пенальти в угол и не забивает соечка в среднюю ну красавец дима как вышел из положения нервного вот смотрим повтор здесь бил свой склеил как мог основных кадров не было поцеловали вот так надо выходить из нервных ситуаций ну абрамов тем временем делает свое дело сравнивая счет и матч становится все более и более интересным второй раз раз боя забивает димитрий белозеров и тут уже все таки бьют от кучи расставляет приятного аппетита но иосиф напряженно Аплодисменты 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 И в среднюю третий с выходом на угол правую нижнюю. Здесь осечка, но легкий шаг выйти не удалось. Диме надо сравнивать. Диме надо сравнивать. Диме надо сравнивать. Игроки. Диме надо сравнивать. Диме надо сравнивать. Диме надо сравнивать. Высоковато. Под левую руку было бы нормально. А так, конечно, чуть ниже. Было бы идеально. Идеально. Но мы все видели. Шар был непростой. Диме надо сравнивать. Семь шаров у Дмитрия. А этот свояк я не понял. Если можешь бить. На забивание под таким углом, то потише, конечно, надо было. На такой силе он бы и не упал. И по отыгрышу бы за одну на слабом. Так, Абрамов забирает два шара. Сравнивает счет. И тут уж кто кого. И пока мы видим не совсем удачный. Вот игрыш. И есть шанс у Дмитрия. Но учитывая, что играет уже концовку седьмой партии. Очень непросто. Абрамов забирает. Да. Оба игрока не шанс закончить сложным ударом. И Иосиф это сделал. надо отдать ему должное шар у него был посложнее и шанс он имел второй как говорится два шанса на двоих но первый бил дима а а Продолжение следует... 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 На этот раз... Продолжение следует... 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 ну что же веселая была игра в дружеской атмосфере поздравляю всех с наступающим пока